Почему принц Гарри хочет жить жизнью обычного человека, когда в Дубае начнут летать беспилотные такси и кого поженил вице-президент США? Об этом и не только в нашем обзоре. Музыка, которая лечит душу. Чтобы помочь пациентам побыстрее встать на ноги, известные аргентинские музыканты выступили в больнице Альварес в Буэнос-Айресе. Это не первый их концерт. Виртуозы из престижных оркестров совершенно бесплатно играли уже в десяти странах. Они даже создали благотворительную организацию под названием «Музыка для души». Принц Гарри признался, что хотел отказаться от всех титулов и жить обычной жизнью. Однако в итоге он все же решил найти свою собственную роль в королевской семье. Кроме того, в интервью британской газете «Mail on Sunday» он рассказал, что служба в армии стала для него лучшим уходом от действительности. Принц впервые смог почувствовать себя частью команды, самостоятельно добиться чего-нибудь. Именно поэтому Гарри занимается благотворительностью, активно поддерживая раненых солдат и ветеранов. Вице-президент США стал ведущим свадебной церемонии. В Вашингтоне Майк Пенс скрепил брак министра финансов Стивена Мнущина и голливудской актрисы Луис Линтон. На церемонии присутствовали первые лица страны, американский президент Дональд Трамп с супругой, его дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер. На грандиозный банкет, который уже назвали главным светским событием года, пригласили 300 гостей. Итальянская модель, которой плеснули в лицо кислотой, вернулась к работе, чтобы вдохновить всех женщин на противостояние насилию и агрессии. Джессика Натара работает дрессировщицей морских львов в дельфинарии в Ремине. В ужасном нападении подозревается ее бывший возлюбленный, который до сих пор отрицает свою причастность к инциденту. Девушка не сдалась и даже появилась в одном из телешоу. «Это не любовь. Я хочу, чтобы ты увидел, что сделал», – решилась сказать Джессика Натара, обращаясь к экс-бейфренду. Первое в мире летающее такси появится в Дубае. Новый воздушный транспорт напоминает вертолет, но на самом деле это уникальный дрон-беспилотник, который сможет летать при любых погодных условиях. Первый тестовый полет прошел успешно. Уже сейчас такой транспорт может находиться в воздухе в течение 30 минут и развивать максимальную скорость до 160 км в час. Немецкие изобретатели намерены продвигать свое детище по всему миру, чтобы решить проблемы на дорогах. Польский инженер создал робота из картошки. К коренеплоду изобретатель Марек Бачинский подключил суперконденсатор для накопления энергии, а также двигатель и колеса. Кроме того, беспилотник получил панель управления, чтобы самостоятельно выбирать направление движения. Некоторые детали для этой модели были напечатаны на 3D принтере. В результате робот способен самостоятельно проезжать 8 сантиметров каждые 15 минут. И это не предел, уверяет разработчик. В Калифорнии неаполитанский мастиф выиграл конкурс «Самая некрасивая собака». В этом соревновании, как правило, участвуют животные, взятые из приютов. Марта – бывшая собака-спасатель. Из-за плохого содержания животное почти ослепло, но после нескольких операций зрение восстановилось. В финал конкурса вышли еще 13 претендентов, но Марта сразу же стала любимицей публики и судей. Теперь хозяйка собаки Ширли Зиндлер получит приз – 1500 долларов. И отправится со своим питомцем в Нью-Йорк для участия в телешоу. Продолжение следует...